У меня есть этот прекрасный кофе светлой обжарки, из которого мы будем готовить cold brew. Вот что я называю приготовить кофе своими руками. Привет! Сегодня я хочу рассказать о невероятно простом и в то же время взрывающем мозг напитки. Представьте ситуацию, к вам должны прийти гости, или же вы просто хотите побаловать своих близких. Ваша вишенка на торте с легкостью может стать cold brew. Существует множество рецептов заваривания cold brew, ровно как и мнений, которые из них лучше. Я пробовал разные вариации, пробовал разную пропорцию, играл с помолвами, использовал воду с разным значением pH. Если кратко, вывод, сделанный опытным путем, показывает, что для достижения уау-эффекта вам потребуется только 3 ингредиента. Первое. Хороший кофе, например, купленный у вашего любимого обжарщика. Если такового пока нет, то подойдет любой зерновой кофе, который вы любите. Второе. Чистая фильтрованная вода. Если вам нравится вкус вашей воды, то она точно подходит. Ну и третье. Ваше хорошее настроение. Если вас завораживает сам процесс, то напиток наверняка получится, не забывая. Мы будем использовать пропорцию 1 к 5. То есть на одну часть кофе будем использовать 5 частей воды. Мне нравится именно эта пропорция, потому что на выходе она дает концентрат, который можно разбавлять водой или молоком. Если у вас есть своя кофемолка, то идеально будет помолоть кофе непосредственно перед приготовлением. Если вы покупаете молотый кофе, то лучше, чтобы он был максимально свежим. Итак, сам рецепт. Мы будем использовать 200 грамм молотого кофе и 1 литр воды. Вау, как пахнет! Оставшийся кофе хорошенько закрываем. Для заваривания подойдет любая имеющаяся у вас тар. Можно использовать кувшин или, например, бам. Заливаем 1 литром воды. Тщательно перемешайте. Далее необходимо убрать в холодильник на время от 8 до 22 часов. Чаще всего я использую именно верхнюю границу 22 часа. Не только потому, что я люблю кофе светлой обжарки, но еще и потому, что это удобно с точки зрения таймера. Если поставить завариваться примерно в 10 часов вечера, то на следующий день где-то в районе 8 часов можно завершить заваривание. На следующий день настойку нужно процедить через бумажный фильтр, либо через марлю, сложенную в несколько слов. Для того, чтобы процедить кофе сейчас, я поставил завариваться еще одну порцию вчера. А эту пока уберем в холодильник. Я буду использовать бумажный фильтр. Бумажный фильтр мне нравится больше, потому что напиток получается более чистый. Но, правда, бумажный фильтр задерживает больше кофейных масел. Готовый напиток можно хранить в холодильнике неделю. Как я говорил, у нас получился концентрат, который можно и нужно разбавлять. Либо водой, либо молоком. Как вы заметили, вчера я приготовил гораздо больше, чем 1 литр, а почему, вы узнаете в конце этого видео. Поэтому досмотрите до конца. Маленький совет. На время заваривания влияет два фактора. Степень обжарки и размер помола. Кофе темной обжарки более пористый и легче отдает содержимое. Поэтому такой кофе лучше заваривать по нижней временной границе. Также время заваривания можно сократить, если у вас мелкий помолк. Так как мелкая фракция охотнее отдает содержимое воде. И вот теперь, когда наш напиток готов, давайте рассмотрим несколько вариантов подачи. Поехали! 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 Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приготовленным «Cold Brew» мы угостили врачей. Внутри больницы снимать нельзя, поэтому довольствуемся только фотографиями.